У вас в руках такая у всех карта. То есть в порядок старта я уже объяснил, кто за кем идёт. Прибегайте на КП, судьи на контрольных пунктах вам ставят свои условные обозначения. Карта не совсем обычная. Полоски – это ограждения, точки, контрольные пункты. Участнику необходимо найти те КП, которые отмечены именно в его карте, в порядке, именно для него указанном. Приготовиться! Внимание! Старт! Лабиринт соорудили в окрестностях Студгородка в Воздвиженке. Привычные соревнования с дальними пробежками вглубь леса, недоступными для контроля, ещё год назад решили заменить на новую дисциплину. Лабиринт – забег на небольшой площадке с искусственными препятствиями. То есть они более безопасны, потому что всё тут рядом, то есть более меньшую территорию нужно очистить. Ну и всё это видно, то есть любой тренер может видеть, где его ребёнок, и меньше переживаний. Потому что на самом деле ориентирование – отпустил детей, а потом за них переживаешь. Когда они прибегут, чтобы, не дай бог, с ними ничего не случилось. Площадка полностью видна зрителям и тренерам. Дистанция составляет несколько десятков метров. Казалось бы, проще простого, но нет. Даже опытные ориентировщики порой бродят в растерянности между лентами, стараясь выбрать оптимальный путь. На курсе давай, сюда! Куда я опять прибежал? Для ориентирования в лабиринте не нужен компас, так как из любой точки виден старт. По нему и расположению ограждений можно определить своё местоположение и сопоставить его с точкой на карте. Мне нравится тем, что закаливаешь свой дух, бегаешь много, получается делаешься спортивнее. И не будешь таким хилым и расслабленным. Результат в спортивном лабиринте зависит и от скорости передвижения спортсмена, и от скорости его мышления. Участники за короткое время расходуют весь свой резерв энергии и на финиш приходят выжатыми, как после изнурительного марафона. Ты на этой дистанции улаживаешься на все 100%. Ты стараешься пробежать от одного КП до другого за минимальное время. И все КП собрать тоже за минимальное время. Чем быстрее, тем лучше. Братья у меня тоже кандидаты в мастер спорта. Я тоже хочу стать похожей на них. Ну и стараюсь для этого получать медали, грамоты. Стараюсь работать. Зачёт проходил по нескольким возрастным и мастерским категориям. Среди опытных спортсменов победили подопечные Геннадия Хребтищева из клуба «Легион». В группе любителей первые места заняли ученики школы села Воздвиженка и села Корсаковка.